Некоторые критики ислама говорят, что, возможно, пророк Мухаммад, саллилллаху алейхи вассалям, сам сочинял Коран и затем объявил его речью Аллаха, чтобы получить авторитет, заработать себе известность и славу. Давайте рассмотрим один факт. Майкл Харци о книге «100 самых влиятельных людей в истории» рассмотрел биографии личности, начиная от Адама, мир ему, до современности, которые, по его мнению, имели наибольшее влияние на ход мировой истории. И вот, и без колебаний он поставил Мухаммада, саллилллаху алейхи вассалям, в главе этого списка, как самую влиятельную персону в истории человечества. Если бы пророк Мухаммад, саллилллаху алейхи вассалям, хотел просто получить славу и стать лидером, у него бы не было необходимости сочинять Коран и приписывать его Аллаху. Объясняя, почему он расположил людей в таком порядке, Майкл Харт написал в конце биографии пророка Мухаммада, саллилллаху алейхи вассалям, следующие слова. Это соединение огромного религиозного и светского влияния и заставило меня выделить Мухаммада, как самое влиятельное лицо во всей человеческой истории. Если бы пророк Мухаммад, саллилллаху алейхи вассалям, хотел славы, известности, власть и главенства, он мог все это получить, потому что он обладал всеми необходимыми качествами. Ему не нужно было обманом приписывать Коран Аллаху, у него и так была прекрасная возможность получить желаемое. Также, если подойти к этому вопросу логически, мы найдем, что сегодня любой человек, стремящийся за славой, почетом, властью или статусом в обществе, питается хорошей едой, носит дорогую одежду, живет в большом доме или огромном дворце с охраной. Однако, если посмотреть на то, как жил пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, мы найдем, что он сам чинил свою обувь, латал одежду, пас овец, и выполнял всю остальную работу по дому. Он принимал пищу, сидя на голой земле, ходил на рынок сам без сопровождения и охраны. Он, саллиллаху алейхи вассалям, был образом простоты и скромности. Если кто-то звал его в гости, он принимал приглашение, каким бы бедным не был приглашающий. Он кушал то, что ему преподносили, и никогда не жаловался на еду. Он настолько был близок к людям, что враги даже сказали, он слушает каждого, кто приходит к нему. В Коране, в суре покаяния, аят 61, говорится, среди них есть такие, которые обижают пророка и говорят, он есть ухо, то есть выслушивает любые новости. Враги злились на этого пророка, который выслушивает каждого человека, даже если этот человек – бедный или невольник. Книги по истории и хадисам сохраняли нам много подобных преданий и случаев. Однажды, когда представитель курайшитов Удба ибн Рабиа пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, для переговоров, он сказал ему, «Если ты желаешь богатства, мы отдадим тебе все наше имущество и сделаем тебя самым состоятельным человеком в Мекке». Если ты стремишься к власти и почестям, мы сделаем тебя нашим предводителем и будем поступать согласно твоим решениям. «Все, что нам нужно от тебя, это перестать призывать к тому, что нет Бога, кроме Аллаха». И если пророк, саллиллаху алейхи вассалям, хотел власти и царства, то он легко бы мог принять это заманчивое предложение. Таких примеров множество. Например, когда многобожники попросили дядю пророка, саллиллаху алейхи вассалям, абу Талиба, прекратить призыв к единобожию, пророк, мир ему и благословение, ответил. «О мой дядя, если даже мне положить солнце в правую руку, а луну в левую, с условием оставить это дело, я не оставлю его, пока не завершит его Аллах полностью, или пока не погибну». А когда умер его сын Ибрагим, случилось затмение солнца, и люди начали говорить, что это знамение Всевышнего, связанное со смертью сына пророка, саллиллаху алейхи вассалям, пророк же, мир ему и благословение, тотчас ответил. «Воистину, солнце и луна являются одними из знамений Аллаха. Они не затмеваются по причине смерти или жизни какого-либо из людей. Посему, когда вы увидите затмение, взывайте к Аллаху и совершайте намаз вплоть до окончания затмения. Если бы он хотел власти, известности, то это был прекрасный шанс, используя в которую он добился бы того, чего хотел. Однако он не сделал этого, потому что он был правдивым человеком. Поэтому Коран — это книга Аллаха, и Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, не сочинял его. Академия в мире Money zit.